В последние месяцы Госсобрание Крулта Республики Башкортостан прямо фонтанирует законодательными инициативами. Мы помним эту законодательную инициативу про запрет распространения идеологии child-free. Теперь парламентарии Башкортостана шагнули дальше и глубже. Они внесли в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о том, чтобы позволить заменять тюремные сроки уголовно осужденным гражданам на службу в армии, в дисциплинарных батальонах, непосредственно в зоне специальной военной операции. Причем параметрами этого законодательства, или вернее проекта законодательства, будет то, что подобную замену позволят совершать гражданам, которые совершили нетяжкие преступления. Один день боевых действий будет приравнен к 10 дням срока отсидки, и совокупно время пребывания в зоне специальной военной операции должно составлять не менее трех месяцев. Других деталей пока нет. Простой арифметический подсчет показывает, что 36 дней участия в боевых действиях заменят один год отсидки в тюрьме. Вопросов, конечно, к этому законопроекту огромное количество. Но помимо того, что господин Пригожин раскритиковал эту инициативу, понимая, что из-под него выдергивают картонку, есть еще и вопросы такие. Если человеку осталось сидеть, например, три года, или у него срок три года, его что, ровно через три месяца отпустят с передовой домой? То есть контрактники, мобилизованные, добровольцы, они останутся воевать, а этот пришел, три месяца, значит, там повоевал, остался в живых и ушел. Непонятно. Непонятно также, есть ли, существуют ли риски того, что уголовники, люди по определению ненадежные и асоциальные, повернут оружие не в ту сторону. Во времена Великой Отечественной войны, когда тоже происходила мобилизация уголовного элемента в штрафбаты, существовала практика заградительных отрядов. Это когда доблестные сотрудники НТВВД, с пулеметами, стояли за спинами штрафников, и вариантов было только два, да, то есть либо в атаку на немцев, либо, значит, под пулеметный огонь НТВВДшников. Таким образом, сдерживалась инициатива уголовников с оружием, что-то сделать не так. В данном случае сейчас эта практика тоже будет повторяться, или у нас уголовники теперь какого-то другого сорта? Не знаю. То есть это один из открытых вопросов. И, конечно же, есть вопрос такого чисто этического плана. Сейчас в зоне специальной военной операции в боевых действиях участвуют люди с очень разным статусом. Есть добровольцы, например, батальон Ивиниши и Муратова. Есть там, значит, вот эти вот ополченцы ЛНР, ДНР. Непонятно теперь, как они будут числиться. Есть регулярные контрактные войска российской армии. Теперь к ним добавятся еще мобилизованные. И еще получаются вот эти вот уголовные батальоны. Они все равны в своем статусе, в своем, так сказать, отношении с государством и так далее. Ну, мне кажется, что кадровые военные, например, они не согласятся с подобной уравниловкой и с подобным отношением, что их ставят на одну доску с людьми, которые приступили закон и за счет повышения собственных рисков пытаются искупить свою вину перед государством либо избежать длительного уголовного наказания. В общем, подобные вопросы, конечно, в массе своей присутствуют. Неизвестно, примет ли Государственная Дума этот закон. Что-то мне подсказывает, что примет. В том ли виде, который подают его наши башкирские парламентарии или каким-то образом его дополнить, я не знаю. Будем наблюдать, будем понимать, что же происходит в нашем несчастном Отечестве. Продолжение следует...